Карточный домик с реальными персонажами. В США решили снять телесериал по скандальной книге о Дональде Трампе «Огонь и ярость внутри Белого дома Трампа». Какие тайны откроют и почему эта новость возмутила главу государства? Дмитрий Анопченко прочел книгу, которую Трамп хотел бы запретить. Втеревшись в доверие к президентской команде, американский журналист Майкл Вулф, который мельком знаком с Трампом, потому что когда-то писал с ним интервью, получил полный доступ в Белый дом. Ходил туда как на работу, разговаривал с огружением первого лица, запоминал разговоры в курилке, собирал слухи, а затем и опубликовал книгу, наделавшую в Штатах столько шума. Огонь и ярость внутри Белого дома Трампа. Только появившись на прилавках, эта книга мгновенно стала бестселлером. А к сегодняшнему дню свыше двух миллионов экземпляров продано. И вовсе не потому, что книга такая хорошая. Все дело в том, что никто до этого настолько откровенно не писал о происходящем в президентской администрации. О всех просчетах, ошибках, а самое главное, о привычках Дональда Трампа, о которых раньше не говорили вслух. К примеру, Вулф разведал, что у Дональда и Милании в Белом доме разные спальни. Впервые со времен Кеннеди. Что в свою Трамп потребовал поставить сразу три телевизора. И все утро смотрит телешоу. Президент якобы патологически боится отравления. И поэтому предпочитает еду из Макдональдс. А горничным запретил прикасаться к своим личным вещам. И особенно к зубной щетке. В книге утверждается, что возраст якобы сказывается на президенте. Он часто не узнает своих старых друзей. А сложную информацию о политике воспринимает плохо. Вулф подарил Америке еще одну сенсацию. Дочь президента, Иванка, якобы помешана на идее возглавить страну. И в семье решено, что она будет баллотироваться в президенты. Когда отцу придет время уйти в отставку. И вот теперь все это стало основой для телесериала. Поговаривают, что автор продал права на экранизацию за сумму с семью нулями. Это как минимум 10 миллионов долларов. Для съемок наняли знаменитого режиссера. Никогда еще в Америке не снимали телесериалы о действующем главе государства. Только о бывших. Страна теперь гадает, кто сыграет президента и Миланию. Иванку, ее мужа Джареда, действующих министров и уволенных из команды политиков. Будут ли в сериале только те события, что в книге описаны. Или в сценарии вплетут и то, о чем Вулф не писал. К примеру, громкие романы Трампа с порнозвездами, о которых только сейчас стало известно. Неопределенность лишь подогревает интерес к будущему проекту. Но сейчас понятно только одно. В Белом доме он действительно вызовет огонь и ярость. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.